Всем привет! Сегодня 15 июня 2021 года и во втором круге только что сыграна партия между молодым шахматистом, который свою шахматную карьеру начал в Нижнем Тагиле Володаром Мурзиным и другим, тоже молодым, но намного более опытным шахматистом, который начал свою карьеру в Омске, а сейчас живет в Казани, Владиславом Артемьевым. Почему я обратил внимание на эту партию? Потому что в ней было сыграно Е4, С6, Д4, Д5, ЕД, ЦД, С4. Перед вами атака Панова. И конечно, в свете того, что у меня уже вовсю идет изучение участниками тренинга роликов по теории атаки Панова, эта партия меня не могла не заинтересовать. Конь Ф6, Конь С3, Е6. Я лично предпочитаю здесь играть Ж6, мне кажется, этот ход более боевой, но Влад Артемьев, шахматист классический, он выбрал линию, которая фактически сводит к защите Немцовича. То есть, скажем, после слона Д3, ДЦ, слон бьет С4, или сначала рокировка. Это в чистом виде защита Немцовича. Один из вариантов в варианте Рубинштейна с четвертым ходом Е3. Володар сыграл ЦД, но, насколько я знаю, против меня так играл его тренер Михаил Робертович Кабаля еще в 1999 году. Ферзь Ц2 он играл. Виноват, обманывая. Михаил Робертович играл против меня Ферзь Ц2 и на конь С6 слон Е2. Тут я применил интересную новинку, конь С7. Партию свел в ничью с позиции силы, с лишней пешкой в слоновом окончании, но это был чемпионат России 1999 года. Он проводился по нокауту. Первую партию я Михаилу Робертовичу белыми проиграл. Володар сыграл слон Д2. Этот ход разбирается в ролике Александра Рязанцева. И там он рекомендует очень интересное продолжение, очень свежее. Видите, я специально высветил вам несколько партий, которые были сыграны этим вариантом. То есть, не так много их было. Я их добавил в файлик, который вы теперь увидите. Я его размещу под роликом. То есть, слон Д7. Такая новая идея. В одной из партий белые играли конь бьет Д5. И после ферзь Е3 шаг возник совершенно равный Эншпиль. Да, у белых формально слон Ф1 сильнее слона Д7. На деле, ну, из-за пешки Д5, которая здесь ограничивает слона Д7. Но черный слон полезен. Он контролирует важнейшее поле Ф5, Б5. Пешку Д5, ну, съесть никак невозможно. Объективно это просто ничейный Эншпиль. Через несколько ходов, кстати, слоны разменялись. Разменялись ладьи. И партия быстро пришла к ничьей. Валадар сыграл более по-боевому. Слон Д3. И после слон С6. В одной из партий по переписке черные делали сначала рокировку. Потом играли слон С6. И получили шикарную игру. То есть, по-моему, этот вариант приводит и Александр Рязанцев. То есть, черным в этой партии удалось победить. С ней вы тоже можете ознакомиться, скачав из описания файлик с партий. Влад сразу пошел слон С6. И на рокировку вывел коня на Д7. Но у черных полнейший порядок. Все их фигуры расположены отлично. Пешка Д4 надежно заблокирована. Есть некоторый минус. Эту пешку сложно атаковать. Но если черных устраивает равенство, то атака к пешке Д4 не обязательно. Достаточно не дать ей двинуться вперед и не пропустить атаку на короля. В одной из партий в турнире в Чешской Республике было сыграно коль бьет Д5. И после слон бьет Д2. Вот этот размен оказался тоже не безвыгоден для черных. Слон С6 работает. Создать атаку с каждым разменом все сложнее и сложнее. Володар сыграл ладья Е1. И после слон Е7. То есть слону на Б4 делать уже особо нечего. Ладья С1 рокировка. Слон Б1. Черные закончили развитие и просто взяли на С3. Слабый Фриц 14. Ну, кстати, обыгравший в матче Кравника, да, как мы помним. Рекомендует Ферз Б6. И за белых советуют тут конь Ж5. Но я не стал вдаваться в подробности вариантные. То есть есть сейчас более мощная программа, чем 14 Фриц. Просто мне было интересно именно от него посмотреть реакцию. Но более мощная программа. Вот сейчас вышла очередная версия бесплатная Стокфишер на официальном сайте. Можете сами скачать, посмотреть. Это очень интересно. Конь бьет С3. Сыграл Влад. Теперь если БЦ наряду с кучей других ходов, очень интересных, хороших ходов. Позиция равная. Интересно Ферз А5. С идеей поставить Ферзя на А5 и сдвоить белым пешки. Или разменять Ферзей и потом начать осаду пешек С3 и Д4. Если черным удастся разменять Ферзей, разменять особенно белопольных слонов и заблокировать пешки С3 и Д4 на полях С4 и Д5, у них будет просто близкая к выигранной позиции. Ну, а после С4 возникает вот такой вот Эншпиль. Белым приходится ставить ладью на С2. Если ее двинуть на С3, то после слона Ф6 подвисает пешка Д4. Объективно он равный. У белых преимущество двух слонов. У черных есть возможность атаковать пешки С4 и Д4, которые называются висячими. И поэтому непонятно, сила они или слабость. Володар взял ладьей и партия, казалось бы, медленно, но верно покатилась к ничьей. То есть пошли размены. Здесь, на мой взгляд, неточный ход ладья С3. Все равно белым не обойтись без хода конь Е5. И, на мой взгляд, он был обязательным и экономил белым важнейший темп. Посмотрите, что было после ладья С3. Черные ответили ладья С8. Конь Е5. Конь бьет Е5. ДЕ. Ж6. Прикрыли пункт H7. Полезная такая форточка. И ладья бьет С8. Неточность. Железо говорит, что ферзь Е3 это просто чуть ли не битая ничья. А после ладья бьет С8, ферзь бьет С8. Перед белыми возникают некоторые проблемки. Мое мнение, что эта позиция совершенно ничейная. Того же мнения, я думаю, придерживался и Влад Артемьев. И именно поэтому партия завершилась в ничью. От белых требуется достаточно аккуратная игра. Личесовский движок рекомендует H3. Но после ферзь С6, мне кажется, у черных поприятнее. Но Ж2 висит. При случае ферзь готов прыгнуть на А4. Впрочем, я не верю, что эту позицию можно выиграть. При достаточно аккуратной игре со стороны белых. Очень нормально смотрится ход слон Е3. И хотя вот здесь белый король раскрывается, но у черных практически не осталось сил для того, чтобы его атаковать. Пешку Ж2 белые защитят. Пешку А2 двинут на А3. Короля поставят на H2. Да, черный слон на Д5 мощный. Но одного сильного слона мало. То есть, если смахнуть ферзей, то слон Д5 автоматом превращается в тыкву. То есть, в очень плохую фигуру. Ну, и скорее всего будет ничья. То есть, ну, пешки все по белым полям на королевском фланге расположены. Это сделает слона пассивным. А пока на доске есть ферзи, пока есть возможность поставить мат на Ж2, у черных хорошая игра. Но я думаю, что это ничья. А вот на ферзь Е3 черные могли неожиданно ферзь С6, пользуясь тем, что нельзя сыграть Ф3, ну, и за слон С5, это понятно. Получить просто мощнейшую игру. Если ферзь Ж3, то размениваются белопольные слоны, грозит мат на Б1, и белые теряют пешку А2. Особо... Ну, у них есть определенная компенсация, но не факт, что эта компенсация достаточно даже для ничьей. То есть... Ну, пешки нет. Еще хуже жадная ферзь Б7 вместо ферзь Ж3. Кажется, что белые грозят сами перейти в атаку. Слон А6, ферзь Б8. Но после слон С5 нет шаха на А6, потому что нет шаха на Ф8. А на слон Ж5 с идеей все-таки какие-то матовые атаки попытаться провести. Последует. Вот... Черные вправе выбирать между спокойным слон Е7. Брать нельзя из-за ферзь С1 мат. Взяли на Ж2, и теперь белый король просто в ужаснейшем положении. То есть, он подматывая атака, и это проиграно. А можно сыграть еще острее. Слон бьет Ф2 и ферзь Б6. На слон Е3 последует. Ферзь бьет Б2. То есть... А на король Ж3 тоже. Ферзь бьет Б2. И хотя ход белых, и у них лишняя фигура, и вроде бы вокруг черного поля... Ой, короля... Катастрофически ослаблены черные поля. Белые не в силах создать атаку. Они теряют фигуру. Но еще более вероятно, что они просто мат где-то сейчас получают. Сами. То есть, короля спасти практически невозможно. То есть, ферзь С6 ставила реально колоссальные проблемы. И что мы видим? То есть, какой дебютный итог вот этой партии? Черные совершенно беспроблемно уравняли. И в дальнейшем малозаметная глазу неточность могла дать... Ну, давала им от белых. Малозаметная даже опытному шахматисту неточность белых могла дать им отличнейшие шансы на победу. Но, поверив, что позиция объективно выглядит равной, не вник. Влад не потратил, насколько я понимаю, столько времени, сколько требовалось. И после Б6 партия казалось бы, уже покатилась к ничьей. Но белые здесь снова забыли сделать форточку. То есть, Аш3 вроде бы такой важный ход, который позволяет сделать ничью. И после ферзь С3 у черных была еще одна шикарная идея, показанная, естественно, компом. Черные сыграли ферзь А6 и партия вот все. Вот здесь, после того, как слон пришел на Ф1, черные не в силах победить. Да, у них слон пока на доске есть ферзи сильнее, чем слон белых. Поэтому Влад не разменивает слонов. Но у белых не осталось слабости. То есть, пешку Е5 атаковать. Ну, одним ферзем атакуем, одним ферзем ее защитят. Даже два не добраться и партия прикатилась достаточно уверенно к ничьей. Вот. 40 ходов. Все объективно. Но после ферзь С3 у белых, у черных была фантастическая возможность вызвать пешку на Ф3. Казалось бы, это выгодно белым, потому что пешки Ф3 и Ж2 образуют барьер слону Д5. Но вот в этом случае, после ферзь А6, А3 уже не пойдешь из-за ферзь Е2. Угрожает слон С5 шаг и ферзь Ф1 мат. Угрожает ферзь Д1 шаг и ферзь Б1. Можно сдаваться. А в случае короля Ф2 черные забирают пешку А2. И хотя для того, чтобы победить в этой позиции черными потребуется еще пролить немало пота, шансы черных на победу на мой взгляд вполне реальны. то есть рекомендация Александра Рязанцева вполне прошла проверку на Кубке Мира на одном из самых серьезных турниров этого года, где множество очень сильных шахматистов, в партии двух шахматистов одного гроссмейстерского уровня, одного приближающегося к тому, что, ну, 2700, то есть можно было бы даже супер гроссмейстером назвать Влада. И, в общем-то, вот ход слон Д7 показал жизнеспособность, надежность, как и вся дебютная линия, выбранная черными. Все, спасибо за внимание, до встречи, уже послезавтра у нас пойдут тематические турниры. Да. на канале. До встречи.